Девушки отдыхают Вперед, Россия! Как Корея вам, Андрей? Что узнали о Корее? Сборная Корея На самом деле очень сильный соперник Бегут, бросают И активные очень На подборах И передачу отдают, видят Реально команды баскетбол показывают И нельзя их недооценивать Понятно, вчерашний результат Против Аргентины Около 30 очков они проиграли Но я думаю, в завтрашнем матче они захотят Естественно реабилитироваться И будут сверх нормы И бежать, и не задумываясь Бросать, так что Мы готовимся и настраиваемся на серьезное соперник Вчера Сергей Валерьянович на предслухе Спрашивали, нравится ли ему Какая-то из команды Ты можешь чью-нибудь фамилию выговорить Сборной Кореи? Нет, будет проблема Больше по цифрам По номерам 20-й, 33-й, 3-й И натурализованные Ну вот он 20-й номер Как раз Там тоже С именами тяжело Но по номерам проще запоминается Как провели сегодняшний день Вечерняя тренировка Сегодня видеопросмотров было аж два штуки Так что Мы успели проснуться видео Посмотреть, пообедать Немножко отдохнуть И снова посмотрели видео на тренировку И собственно Вот он весь график То есть недокультурный программ Ну естественно Мы тут не туристами приехали А работали Потому что На самом деле такой плотный график Каждодневный Поэтому все расписано Все по минутам И все четко выполняется У тебя новый стиль? Ты отращиваешь Усы? Да нет Это так бывает Когда на выезд едешь Не перед кем красоваться Поэтому Да и бритм забыл Надо быть Не нравится мне это все Это не мой стиль особо У меня отец С усами с такими серьезными Стиль моего отца Но это не мой Ты всегда изображал Якубовича Да Якубович был Потому что у меня был Черный ящик Сектор приз Не боитесь за перевес Еще один Как минимум перелет Представить? Ничего страшного Мы доплатим за перевес Нормально Если с перевесом Уехать будет здорово Да Лучше с перевесом Фредзон недоволен Китаем Как тебе вообще Китай? Хорошие виды Фредзон недоволен Китаем Ну на самом деле Много Таких недочетов Я соглашусь Наверное С Виталиком Ну не то что не недоволен А Много моментов Которые Наверное В нашем быту В Европе Они Сглаживаются Ну вот здесь В 9 часов вечера Уже отключили И собственно Горячую воду В раздевалке И народ будет мыться Под холодное Если будет мыться Ну или доедем До отеля Там помоемся Ну такие какие-то Маленькие Организационные моменты Да Где ты приходишь Там допустим На ужин И команда Которая До тебя Там раньше приходила Все съела А ты сидишь в ожидании Ну то есть им же Должно быть понятно Что еще и следующая команда Приходит И у всех в принципе Свой график там И расписание обедов Ужинов Ты приходишь Сидишь ждешь Смотришь на это Ну как то Такие вопросы которые Да там или задаешь Вопрос там например В мелочах Вот тот же обед Допустим Стоит горячая вода Она уже остыла Да там ты хочешь чай Говоришь Горячую принеси Она тебя Смотрит Что-то кивают Уходят И пропадают Ты думаешь Что случилось Меня поняли Либо что Ну в общем На паузе Ну ничего страшного Мы понимаем Что это Их какая-то специфика И они наверное Такие все по жизни Ну не знаю Хотя По спортивным мероприятиям Все здорово Залы Хорошие Публики Тоже Хотелось бы побольше Но Наверное для нас Это тоже плюс Потому что наших Болельщиков Больше Больше Их слышно Тут прям Кажется как будто дома играешь Еще могу отметить Такой Хороший момент Не только плохие Хороший момент Что Аэрофлот Логотип Нарисован Так как он является спонсором И российские флаги У нас вот на той И этой половине Насколько я понимаю Есть В общем здорово У нас тут на два флага Или на три Даже флага больше На площадке И это радует Как с едой Она тоже специфическая Местная Или европейская Ну нет Они стараются конечно Что-то делать Но там какие-нибудь Моменты Что спагетти мы пока Там особо не видели У них лапша тут местная Такая Ну куда деваться Ну Похожие Стараются делать Естественно Все команды Которые приезжают Я думаю Какие-то свои Естественно Меню показывали Ну еда Зачастую такая Своеобразная Но мы стараемся Не есть там Какие-нибудь Соуса Которые там Порвут Спайси Может своего Повара завести Сборную В сборной Литвы Есть свой повар